Елка с мэром для талантливой элиты. Руководство города Помпезно подводит итог предновогоднего конкурса. Какого? Расскажем уже буквально через минуту. Но главные итоги четверга подводят наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Смотрите сейчас. Срок за лжеэмиссию или впервые в стране? Было выпущено около 100 тысяч облигаций стоимостью 10 долларов. В Бобруйске возбудили уголовное дело за незаконный выпуск ценных бумаг. А что говорит прокуратура? 14 детишек с разным характером, судьбой и темпераментом. В доме семейного типа у многодетных солодких побывала и Мария Бересневич. Без разбоев под елками и без градуса за рулем правоохранители усиливают меры безопасности. Памятку праздника без последствий для бобруйчан собрала Ангелина Дикун. И пластиковый штраф. Патрульные машины ГАИ оборудуют банковскими терминалами. Как это будет работать? Ёлки из подручных средств и новогоднее представление для городских умников и умниц. Мэр города по традиции лично поздравил юную талантливую элиту с наступающим Новым годом и огласил победителя конкурса праздничного бранства среди школ. На светском событии для школьников побывала и Ангелина Дикун. Снежная королева, добрый доктор Айболит и семь сотен умников и умниц в зале. Дворец искусств на несколько часов превратился вместо встречи талантливейших музыкантов, танцоров, историков и физиков, учеников школ и гимназий города. Леана Пасхалий – пятиклассница и уже победитель многочисленных олимпиад по русскому языку. Умница сегодня учит грамоте и сверстников. Мои подруги пишут неправильно и мне это не нравится без запятых. Я хочу, чтобы все было правильно даже в социальных сетях. Одноклассник Леаны Вадим Мартинович тоже отличник, но мальчик уже расставил приоритеты. Все предметы он с удовольствием будет изучать, но упор сделает на двух – труде и физкультуре. Я буду делать всякие подделки и продавать физкультуру, чтобы стать здоровым, быть. Не обошелся любимый праздник детворы и беспочетных гостей. Александр Студнев поздравил юных гениев и их педагогов с достижениями. А в ответ из рук малышей удостоился символа нового 2018 года. В 2018 и 2019 и в последующие годы, конечно, мы будем поддерживать нашу золотую молодежь. И для того, чтобы все таланты их раскрыть и дать возможность им самореализоваться. Руководство города подвело итоги и самого важного предновогоднего конкурса. Учебные заведения в этом году украшали не только фасады, но и серьезно подошли к внутреннему убранству учреждений. Главные символы праздника оценила компетентная жюри. Ёлки из газет, мишуры, ваты и даже макаронные удивили полетом фантазии. Безусловно, в рамках конкурса новогоднего сказка у нас безусловным лидером стала гимназия номер два. Кроме того, мне бы хотелось отметить все школы города, но конкурс есть конкурс. Уже в эти дни порядка 40 талантливейших школьников отправятся на елку с губернатором. А вскоре некоторые даже посетят президентскую. Ангелина Декун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Финансовая пирамида по Бобруйске. Местные жители промышляли липовыми облигациями. Для двух братьев очередная афористическая махинация закончилась уголовной статьей. Этот случай стал первым в стране. Предприимчивые злоумышленники выпускали фиктивные ценные бумаги. Было выпущено около 100 тысяч облигаций стоимостью 10 долларов каждая. В последующем эти облигации были реализованы населению. Население приобретало данные облигации с целью получения высоких процентов от вложения валютных средств. Прикрытием служил бизнес по продаже стройматериалов. В здании магазина как раз и был организован фейковый финотдел. Желающим сулили выгодные условия. Приобрести облигации по доступной цене и потом получить хорошие проценты. Для погашения задолженности штамповались все новые и новые поделки. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по 226 статье УК. За так называемую лжеэмиссию им может светить до двух лет лишения свободы. Ячейка общества каждому малышу. В Беларуси с каждым годом становится все больше домов семейного типа. В них любовь, тепло и заботу одновременно находят десятки детей. А понятие приемной родителей и вовсе становится формальным статусом, отходя как бы на второй план. О профессии без выходных, перерывов и отпусков. Мария Бересневич. Доброта, уважение, понимание и доверие. Для дружных солодких это целый фундамент дома, в котором сегодня растят 14 детей. Все как в самых обычных семьях. Подъем, завтрак, школа. График уборки и дежурство по кухне. Девочки помогают маме, мальчике, папе. И так каждый день. Сложно, когда один, когда два, тогда не знаешь. А когда их много, тогда уже все друг другу помогают, все друг друга поддерживают. Еще в 2002-м Наталье попала в руки газета с фотографиями. На черно-белых снимках испуганные глаза маленьких сирот. Ниже краткие истории большой трагедии. В тот момент в семье уже было трое собственных детей. Но внутри что-то дрогнуло. На семейном совете решили – добро быть. В том же году они и взяли первого мальчика – Сережу. Потом Ваню, Галю, Костю. А уже в 2006-м солодкие стали домом семейного типа. Мое желание, чтобы этого не было вообще никогда. Чтобы детей сирот не было, просто не было. У каждого из них есть собственное увлечение. Ребята посещают различные кружки и тренировки. Хорошо учатся в школе. Общее семейное занятие – коллекция раритетных вещей и старых книг. Удивительно, но даже у родителей хватает время на личные интересы. Отец Игорь Солодких признается, принять решение было непросто. Но жена вмиг развеяла все сомнения. Решили помогать вместе деткам. Давать шанс. Все детки должны иметь шанс вырасти нормальными людьми. Елизавете Солодких – 13. Девочка увлекается спортом, рисует, поет, занимается в театральном кружке. В приватной беседе призналась – любовью и заботой родных мамы и папы она с радостью делится с приемными братиками и сестричками. Даже в таком юном возрасте Лиза уверена – у каждого ребенка есть право на дом. Когда ребенок просыпается, он должен видеть мамины глаза, мамины руки, которые его нежно обнимают. Это очень важно, чтобы у ребенка были родители. За последние 11 лет три десятка семей нашли в этом доме счастье. Они и по сей день время от времени залетают в родное гнездо. У каждого из них была непростая судьба и дни, которые хотелось бы забыть. Но благодаря большим сердцам, теперь уже самых настоящих мамы и папы, их жизнь обрела другой смысл. Мария Бересневич, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Нефтяная пошлина вырастет. Белорусам предложат отведать коктейль из зерна. И зачем патрулю ГАИ небумажные деньги? Далее обзор самых заметных заголовков в городе и стране. Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это коснется черного золота, которое вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Денежный сбор на легкие и средние дистилляты составит 33,4 доллара за одну тонну. Такая же сумма будет применена к дизельному топливу, бензолу, талуолу, ксилолу, смазочным и другим маслам. 1 декабря, напомним, ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть уже повышались. Новый коктейль из зерна. Могилевский университет продовольствия выпустит энергонасыщенный напиток. Это будет порошок с наполнителями из черники и других ягод. Чтобы приготовить коктейль, нужно просто добавить воды. Авторы уверены, употребление 400 граммов инновационного напитка обеспечивает 60% рекомендованного суточного потребления витаминов и минеральных веществ. Новинка появится уже в начале 2018-го. Расчет за штраф без налом. Дополнительные платежные терминалы установили в 15 патрульных машинах и в 5 кабинетах административной практики ГАИ Могилевской области. В Бобруйске, напомним, таких специально оборудованных автомобилей пока два. Оплатить квитанцию банковской картой можно сразу при составлении протокола об административном правонарушении. Это значительно экономит время плательщиков и повышает взыскиваемость штрафов. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360. Готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Пиротехника только в руках взрослых. Елка без глинтвейна и за руль без похмелья. Как после новогодней ночи не попасть в больницу? Памятку праздника без последствий раздала Ангелина Дикун. Волна предновогодних мероприятий уже накрыла Бобруйск. Концерты проходят практически каждый день на различных площадках. Но главной по традиции станет площадь имени Ленина у центральной елки. Здесь 1 января с часу до 4 утра будут звучать новогодние поздравления, праздничные фейерверки и хороводы. Безопасность горожан во всех районах обеспечит весь личный состав УВД. Ни алкоголь, ни другие запрещенные предметы к елке пронести не удастся. Не рекомендуют правоохранители отмечать праздник и в компании малознакомых людей. Как следствие возникают потом вопросы с совершением краж, хищений, имущества граждан. Впоследствии начинаем разбираться. Естественно, что получается, что случайно встретились, кто-то кого-то пригласил случайно в гости. Бенгальские огни, салюты и фейерверки. По словам правоохранителей, яркие взрывы многие любят организовывать собственноручно, особенно подростки. Спасатели напоминают, можно все, но только с качественной пиротехникой и только после изучения правил эксплуатации на упаковке. В противном случае безудержное веселье для многих может обернуться тяжелыми последствиями. Был подобный случай, когда подростки играли с пиротехническими изделиями и одна петарда попала мальчику в капюшон. В результате данного взрыва мальчик попал в больницу с ожогами легкой степени. Усилят контроль и сотрудники ГАИ. Помимо проверки документов и соблюдения правил на дорогах, инспекторы для каждого проведут тест на алкоголь. Если водитель собирается утром сесть за руль, то максимум он должен находиться за праздничным столом до 21.00. Водитель считается в состоянии алкогольного пьянения, если у него в крови 0,3 промилля алкоголя. В праздники белорусы будут гулять с 30 декабря по 2 января включительно. Сотрудники ГАИ, МЧС и УВД проведут их на посту и искренне надеются, что 2018-й культурный Бобруйск встретят без чрезвычайных происшествий. Крепкого здоровья, благополучия в семьях, ну и, конечно же, безопасного Нового года, безопасного Рождества. Зеленого света на дорогах, удачи, здоровья и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Желаю, чтобы весь негатив, с которым вам пришлось столкнуться в этом году, он и остался вот в этом уходящем году, и с ним вам никогда не пришлось больше сталкиваться. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Ну что ты тут еще скажешь? Хлопушки и градусы оставляем дома, а мандарины и левье – с собой на елку. Ну а таким итоги уходящего четверга увидели наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА